добрый день зритель нашего канала и вот многие за такие вопросы по поводу внесения навоза в почву внесения других органических веществ то есть это опилки у кого есть это рисовая шелуха но зависимости от региона кто-то солому вносит да то есть нужно это делать не нужно да то есть если грунт рыхлый если там минимальное удобрение то есть в принципе я так скажу да органику в почву вносить надо обязательно по одной простой причине что во первых да первое это позволяет рыхлить почву то есть потом почва становится более качественной второй момент если у вас в грунты старые да и вы вносите такие как рыхлячные элементы как опилки как резаную солому шелуху по но для своей минимализации с почвы забирает соли соответственно у вас почва содержание солей на единицу объема он будет начать по нему ну потому что если ее вместе с опилкой то есть они выбраны соответственно литра грунта и займут оба и желание то есть этоて у нас тоже у вас используется в том что удобно берем коне подражение то есть у нас и всё равно да и вот такая вещь в другую жизнь это здание дает рыхлотство а в другом, у нас и у нас есть удобная Croco и инженерное Теплица закрыта, а так как мы все знаем из ботаники курса 5 класса, что самое важное для растений, это не азот фосфор, это вторичный, если так, по объему. По объему самое важное это углекислота и вода. Соединяясь под действием солнца, под светом, образуются углеводы и выделяется кислород. То есть все это процесс, а самое важное это углекислота, вода. Воду мы даем капельным поливом, солнце светит. Углекислота, когда теплица закрытая, вот наш навоз, опилки по действиям микробов преют, выделяют углекислоту. И эта углекислота является зимой полноценным, хорошим удобрением, как углекислота. То есть за счет того, что у вас концентрация углекислоты выше, у вас фотосинтез идет лучше. То есть вот вопрос, как может чуть-чуть, да при низкой освещенности получить больше урожай? Повысить углекислоту в теплицах. Кто-то дает углекислоту баллонами, покупает ее и делает рукава по разводу СО2. Но если вы нести нормальный объем органики, вам этого хватит. Был у нас такой один случай, когда у нас работал Алексей Граномбов. Он тоже говорил, блин, ну в теплицах не может быть зимой углекислоты много. Мы даже купили, кстати, как-нибудь вам покажем прибор, который замеряет СО2, концентрацию СО2. И в чем мы были в шоке, что у нас СО2 утром поднимался выше 1200-1500 ппм. То есть это, чтобы у нас понимали, сейчас на средней атмосферной ппм у нас 400. То есть получается в 3-4 раза выше. Мы даже вначале не могли понять, у нас в самом низу растения велися, как будто их вот что-то слегка обжигало. То есть вот после того, как мы с рассадниками, где досветка высокая и углекислоты мало очень, за счет того, что пастан светит, мы их вынесли. То есть растения даже испытали, ну можно даже небольшую интоксикацию повышенным содержанием сода. Потом они прижились и наоборот начали шикарно расти. То есть естественно СО2 у вас здесь, когда в теплице, даже при недосвещенности небольшой, у вас фотосинтез получается такой же за счет вот этой дополнительной углекислоты. Потому что для теплицы 600-800 до 1000, это шикарный ппм. Концентрация углекислоты, это нормально наоборот. Ну и последний момент, почему мы вносим органику, да, такие как вот опилки, это в особенности, это, ну, навоз там еще понятно, в нем есть питание, да, но все эти органические вещества являются пищей для микробов, которые находятся в почве. Потому что если их не кормить, они начинают с корневой системы растений немного забирать органические вещества. Поэтому лучше пусть они вот питаются там, нормально разлагают, то есть развивается все это дело. На этом спасибо, вносите органическое вещество, ну, в идеале, конечно, как я вам говорю, да, если вот так вот в круг работаете, в идеале, да, все это хорошо вносить. Летом там время побольше, летом внесли, оно будет как раз у вас ферментироваться потихоньку, да, и вот у вас весь зимний период будет и углекислота, и будет все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok